Баба-джи, почему, когда мы, например, далеко от вас, в Бишкеке, в другом городе, у нас всегда много вопросов к вам возникает, внутри нас, к нам, вот я думаю, вот этот вопрос надо задать мастеру, вот этот вопрос надо задать мастеру, а я приезжаю к вам, и у меня все вопросы исчезают. Баба-джи, почему, когда мы отсюда, у нас есть какие-то вопросы, и мы думаем, о, эту вопрос я должен задать, Баба-джи, эту вопрос я должен задать, но когда я приезжаю к вам, все вопросы исчезают, и я не знаю, что надо задать, почему так? Это часто случается, когда вы сюда приезжаете, приближаетесь к осознанности, ум останавливается, и становитесь тихим. Так что очень сложно, когда вы сидите здесь 15-20 минут, тихим, вот когда я приезжаю, сначала мы сидим в тишине до сасанга, потихоньку ваш ум уходит в сторону. В этом смысл пребывания с мастером, пребывания на сасанге. Здесь вы получаете вкус не ума. Это не значит, что ваш ум заканчивается. Когда темнота подходит к свету, она не может существовать больше. В этом важность сасанга. В этом важность сасанга. Только здесь есть важность. Сидеть с мастером. Когда вы сидите, каждый день, каждый сиденье, один уголок вашего бессознательного очищается, становится светом. Но у нас так много бессознательного, так много темноты. Мы сидим, сидим на сасангах с мастером, слушаем его, пребываем с ним. В Индии есть такое поверье. Просто сидеть с мастером, этого достаточно. Просто сиди с ним, будь с ним, слушай его, будь в его присутствии. И сидеть с ним, слегка, слегка, слегка. Каждый день один корнер будет свет. Один корнер будет свет. И один день все тёмные уголки, все тёмные уголки исчезнут и станут светом. Когда вы приходите на сасангах, suddenly mind is, this part, front part, which part is looking now, it is going in light. And when mind becomes light, he cannot talk. He becomes conscious, silent, relaxed. So this happening. But it is not, your total mind is finished. As the satsang finish, again mind. You are going in mind again. You come back. So this happening every time. One story has in Hindu, in India, был один бог, Рама. Рама звали его. Он сражался с одним дьяволом, Рама. Big fight. At that time, they fighting not like a machine. Front, front each other. Они сражались друг напротив друга, прям рядом с мечом. не через какие-то дальние сооружения. And they are fighting очень близко друг напротив друга. God and one side Raman living. They fight. Raman took his bow, throw arrow and cut his head. And he was very difficult for him. It's a big trouble for him. Every time he cut, every time he cut. again new head comes. And he was He was very difficult for him. This is how big goes�. Every time he cut. Удивился, как убить его, как закончить его. А этот Раван, демон-медитатор, только он пошел не в ту сторону. Он пошел по пути эго. Он был почти просветленным, но не просветленным. Почти близко уже, очень сильный был. Он был даже королем всего. Очень большая история про него. И у него также было очень большое мощное знание. Потому что он медитировал, поклонялся. Медитировал на Шиву, сказал Шиву. Он приходил, сдавал ему... В общем, он имеет мощь. Но он пошел в неправильную сторону. Это может случиться. Когда медитировал, он приходит очень высоко. Если что-то неправильное случается, он может быть мощным дебилем. Дебилем тоже имеет мощь. Дебилем тоже имеет мощь. Он имеет большую власть. Бог имеет власть. А обычной родине нет. А у демона есть большая власть. Поэтому он так и называется. Он может убить миллионы людей. Он может забоевать любые народы. Но он имеет мощь. Потому что у него есть любовь. В нем не в том направлении. Просто не так. Как у него путешествие в сторону эго. Он не закончился до конца. Он не закончился до конца. Он не закончился до конца. Но его ум не закончился до конца. Рама стреляет в Равана. И у него голова поросает. И вот Рама не знал, как бы же быть, чтобы до конца его уже... Равана братья Равана. His name was Bibhishan. And he is your devotee of Rama. He is very surrendered to Rama. And he came to Rama's side, this side. And he said, I want to say something. Rama says, what? He said, you cannot kill him. He said, why? Он говорит, почему? Он говорит, что у него нектар в животе есть. Он говорит, что у него нектар в животе есть. У него есть свет. Внутри очень большой свет. И если ты отрезаешь его голову, с помощью этого нектара вырастает новая голова. Ты можешь годами стрелять в него, отрезать эту голову, он будет вырастать. Единственный путь — стрелу направь не в горло ему, а в живот. И тогда нектар закончится, и тогда он умрет. Нектар вытек, и он умрет. Но это символическая история. Между всеми мастерами и учениками происходит такая игра. Когда ты приходишь к мастеру, он тебе отрезает голову. Когда ты приходишь к мастеру, я говорю, какие вопросы у вас есть? Все. Даже если до сатсана вы готовили вопросы, думаете, я вот это спрашиваю или вот это. Приходите сюда, и все. Все это исчезает. Просто голова ваша отрезана. Но все еще. У вас есть свет внутри. Это нектар. И когда сатсана идет, опять, сатсана идет. Взрыв. 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 Мы говорим Раван, он имеет 10 голов, biggest, biggest Ego. У него огромное Ego. Если 10 голов, то есть 10 голов. Так как Дьявол. У каждого есть Ego. И когда вы имеете Ego, то говорите от головы, и просто говорите, говорите, думайте, думайте. Не говорите, даже думайте, думайте. Когда вы идете на медитацию, когда вы готовы, когда вы готовы, когда вы становитесь зрелыми уже, приходит момент, когда Мастер направляет стрелу в ваш живот. А когда он попадает в живот, то голова сама отваливается. Но это происходит каждый день. Теперь вы не сможете закончить голову, потому что вы не готовы. Ваша голова еще не отвалилась, потому что вы еще не готовы. Каждый день вы получаете этот вкус. Ах! У меня столько ума, когда я пришел сюда. Нет. Это значит, что только это я могу, это моя возможность, что один день я могу быть без эго. Я могу быть без эго. Вы можете жить без эго, можете быть без эго в один день. То я у вас создает... Это впрочем, возможно это ещё один день это noise happens. В менее cabeça, прямая в минуту Ai-другу, сейчас она съездит. Сколько особо неborен. Если это происходит в течение сатсанга, то конечно это происходит в течение сатсанга Это получается. Только это поражение, чтобы быть с Мастерами однажды. Мастер дает только этот вкус, без эговости. Как вы можете жить без этого, без ума. И тогда один день, этот вкус приходит, вы получаете его. И когда вы получаете вкус, без ума, без ума, без ума, без ума, без ума, без ума. А потом вы получаете вкус сознания, твое, чем ты на самом деле являешься, своего света. И вы хотите еще больше тогда, вы говорите, я хочу туда пойти навсегда. Я хочу всегда быть таким, и это произойдет. Вот это происходит именно так. Иногда, например, многие ученики говорят мне вот такое, что-то случилось. Он хочет поговорить, он очень об особом чем-то. Сангул закончит, и говорю, приходи в мою комнату, поговорим. Я сижу, он сидит напротив меня. Да, он кого-то попросил, чтобы устроили встречу. И я просто на несколько минут закрыл глаза. Я посидел чуть-чуть, открыл глаза и говорю ему, что ты хотел спросить. Он говорит, удивительно. У меня было сто вопросов. А теперь никаких слов не продажает меня, я не могу думать, что это такое. Это вот так вот работает. Свет подходит близко, и темнота подходит в сторону. Она не может стоять против света. Но он уходит в сторону, потому что снова возвращается, и даже иногда в большее. Больше, чем нормально. Иногда он возвращается таким большим, слишком огромным, как порогон. Ты начинаешь тридцать, и как почти с ума сходишь. Что это за ум такой? Почему он такой большой? Это так и будет. Только это чудо. Вот в этом единственное чудо. Пребывание с Мастером, пребывание на сатсанге, только это чудо. Он никакого чуда тебе не покажет. Истинный Мастер, настоящий Мастер никогда никакого чуда не будет показывать. Вы приходите к Мастеру и думаете, вот я пришел к Мастеру. Я пришел к Мастеру. А он мне, может, денег даст много. Ну, как-то так. А наоборот, противоположность, скорее всего, случится. Все твои деньги будут потеряны. Ты просишь... Ты просишь хорошую семью. Или мужа, или жену. А он все наоборот. То, что даже у тебя есть, он уже потеряется. А может быть, наоборот. У кого этого нет, они получат. Начинают получать. Многие раз люди приходят ко мне с банкротами. Большие компании имели, все заканчивалось, теряли все. А иногда люди начинают много денег получать. Что все, на самом деле, что тебе необходимо, это будет происходить. Что тебе действительно необходимо. И вот единственное чудо в том, чтобы ты был в тишине. Конечно, без эго. С REALМастер... ...яuju только один change, – эголесная! Через его есть. Эго того, что вы без эго. Шанти, calm, calm. Рег司 Kesha, ты возвращаешься к Своему Своему Сjackour. Возвращайтесь к вашему сознанию. Это самое главное. Все, что бы ни происходило, не имеет значения. У вас есть немного денег, у вас больше денег, у вас есть какие-то семьи, какие-то нет. Это не имеет значения. Потому что все, что бы ни происходило, не имеет значения. остили к сожалению, это приходит любовь. И внутри себя такой же плохой. Также несколько лет человекكن Azerimas в возраile, agement – были хорошие отношения, вы пришли с нами вместе, вязать отношения. Очень хорошие отношения с amazingavis und amaeа, хороший aparte, моя друг или гля Lieblie. И я чувствую, что снова будет больше, işte, может быть все лучше будет. После некоторых дней все их отношается. И у кого-то этого нет, он начинается. Но все внешнее меняется постоянно. Ничто не стабильно. Стабильность – это только Ваше сознание. Он вас толкает к вашему источнику, к вашему сознанию, к вашему сознанию. Как только сознание приходит, ум поступает. У него нет власти, нет силы. У ума на самом деле очень слабая сила. А у сознания бесконечная сила. А ум – это как… Вот вы видите небо, представьте. На небе очень много звезд. А ум – это как одна маленькая звездочка. А сознание – это как все небо. Когда все небо появляется, эта звезда очень маленькая, и никакой власти о нем нет. Все планеты, луна, все различные планеты, все находятся внутри неба, в сознании. Ум находится в сознании. Ум находится в сознании. So, it is like this. But only mind is power, because you don't know yet consciousness. Consciousness is not coming. Therefore, he is strong. Therefore, he is power. But as consciousness starts, he has to go. Когда Вы приходите к Мастеру, то Сознание не будет. Он не работает, он не работает. Он не работает, он не работает. Но когда он закончится, он снова возвращается. Потому что он не закончится полностью. Он не закончится рядом с Мастером, он снова возвращается. Это как сасанка, медитация, как если Вы принимаете drugs. Драк тоже происходит. Возвращение в голову, не может думать хорошо. Вы ходите, ноги идут вверх, один ноги идут вверх. Тяжело контролировать тело. Вы не знаете, что Вы скажете. Не знаете, что Вы плакаете или будете смеяться. После того, как Вы выпьете. Другие люди становятся другими. Они выглядят очень серьезными, они выглядят очень серьезными. Они выглядят очень плакными, выглядят очень зло, очень любые, очень мягкие, очень смешные. And after drink he can look like a killer. Many times it happens. Men in the daytime, no drunk, look very simple, normal. In night, as he drunk, come back in home, beating wife. Beating kids. He wants to fight. He is totally a different person. Changed. Because his originality comes. Whatever originally, he is. Because in drunk, your mind is going away. Little away. He is not conscious, mind is not working. Same thing happened in meditation. When you go inside and you drunk, drunk, inner energy, inner wine, then also it happens. Then mind is blown, mind is not working. And then originally, somebody crying starts. Somebody becomes very silent. Like a Buddha. Somebody dancing starts. Singing starts. Don't know what can happen. Change happens. You know it. Every time happens. So, similar thing doing. But only one thing is different. Drugs, drugs, drink, make you more unconscious. And it is not real solution. When you drunk, bring the wine. Okay, five hours, six hours, eight hours, okay. But again finish it. Then you need again. But meditation is different. Meditation is inner. Also when you go inside, drunk. As your energy is flowing, as your energy is going up, mind does not work. Mind is stopped. Mind is getting quiet. Stay quiet. Same, similar happen. And meditation, inner wine, make you more conscious. Outer wine, make you more unconscious. When you take drugs, drink, alcohol, you have mind, as you took, you're going below mind, down. Mind is here, you're going down. If you go below, also no mind. If you go beyond, also no mind. And meditation makes you beyond. Alcohol makes you down. Like an animal. Animal also, no have mind. No mind. They also vary movement. When they want to eat, looking, food. When they want to, screaming, shouting, they scream. They want to run, just run. So, don't know, they don't have future. No past, no future. Just present. Only man has past and future, because mind. No any animals, these trees, these animals, birds, no mind. And we have, we've been also. Our last, many lives before, we've been animals. We've been trees, we've been rocks. And then, we have this taste, no mind taste. We know. Therefore, so much attraction in the world about alcohol. Why? So much attraction. Many people drinking. Because they're going in, they're relaxed. No mind. No mind. No mind, always relaxed. Mind is a problem. Mind is, makes you, stress, makes you disturbed, makes you tension. But no mind. Okay. Dogs, dog, animal, is no tension. No tension. They relax. When they, but in movement to movement. Sometimes they, anger coming in them. They, in this moment come, next movement, okay. Finish. They throw out their anger and finish. They're not keeping in mind. I have to be angry. They're not making plan, tomorrow I bark, tomorrow I bite somebody. Even tomorrow, next movement, next time they don't have plan to where to get the food. How to make the food. No, they're not thinking. Now they eat, finish. Then again, few hours after they're hungry, they're again looking and start. When any lion has good, big animal, few days he not eating. Even animals come near to him. He very relaxed. They not eat each other. They not kill each other. When they not hungry. But when they're hungry, then they're looking. When food, okay. And then again, when time coming, they become hungry again. Then they look and start. But mind has future. And he making in future. He wants to save. He wants to save. But all animals are saved. Safe. All animals, everybody get the food. Whole world get the food. animal living in jungle, or living in river, or living in city, they get it. Food they get it. Existence take care of them. Giving them. So they're not thinking about it. They don't have mind. So we also been like that. Therefore, so much attraction about drugs. Drink it. But if you get the doing, start meditation, and you get the taste. Also no mind, but it is beyond mind. You go up. When you go up, then mind is in you, controlled. When you're inside, mind will again come back. Then you're in grip of mind. When you go up, become awareness, then mind in you. Mind is very small. Tiny. Then you can use the mind. Now you're in grip of the mind. Like a victim. Then you will be used. In this way, mind is very good. Mind is no problem. Only problem, because always in mind. This is problem. If you know how to go away from the mind, how to go in our center, there's no mind, no thoughts, then mind is best. Very beautiful. Then mind, when you don't want, okay, whole day you work, 8 hours working, 10 hours working in office, in business, okay, use the mind. And then you come back in home. Okay, now I don't want business. I want to enjoy the home. And then you say to mind, okay, stop. But awareness if you have. If you have awareness, mind cannot come. Then you allow. When you say, okay, mind comes. I want to think something. I want to do something. I want to make plans. Then he comes. And if your mind is relaxed, and when you again call him and start to think, he's giving very good, perfect, right thoughts, right ideas, right plans. When too much chaos inside, very difficult to write. Even you don't know which is right. This is right or that is right or this is right. Because so many chaos, crowd, many, many thoughts there. So for right also need quiet mind, relaxed. And then when you coming from relaxation, right thing. If you're very relaxed, very centered, and then if whatever you think, it will be totally, 100% perfect. Then you know, yes, this is, and I go here. No any doubt, no any confusion. Like a light, light showing you, the way. About to do, what not to do, where to go. Meditation makes our, to us, inner discipline. How much you eat, how much you sleep, how much you talk, how much you work, everything will be order. Not this other. So meditation makes us discipline, inner discipline, inner discipline, giving you. So just, when drunk, and meditation drink, therefore this inner drink we say, outer drink, saying wine. Okay, we drink the wine. Now you, now even now go to beach, every restaurant drinking, wine, beer, vodka, everybody almost drinking. Night time, everywhere drink is happening here. So we say, this is wine. But who drinking inside, alcohol, drunk, drink, we say, divine. Also wine, but divine. D means deva, divya. Divine. Same thing. Wine, and work with both doing same. Similar work, no mind. Outer wine makes you below mind. Inner wine, divine makes you beyond mind. So if you go far once, you go beyond mind, then mind is very, very small. Then you will enjoy, you like honor. Awareness coming, you like honor. Honor came. Master came. Now you will say, what to do, what not to do. Mind is not disturbed. Then mind is very good. Then very perfect. Then you can do whatever think, whatever right, you will do. But if too much mind, then it will be difficult to know what is the right. Where to go, what to do, what not to do. So first thing, to do anything, before should be, your mind should be relaxed. should be quiet. And meditation teach you this, how you can make your mind relaxed. How to make your mind no mind. Then everything is right. And this is right, think. Then you will be like a king. When you want, think, okay, come. When you don't want, say, okay, enough, I don't want, don't disturb me. Like, if you take room, in hotel, if you don't want disturb, you just have this, don't disturb me. Put outside. Nobody come. So same thing, when you don't want disturb, your mind, say, no, don't disturb. He does not have any power to disturb you, come to you. When your aura is complete, when your awareness, light is complete, he cannot intervene. No one words. Very silent. Then you can sit there one hour, two hours, five hours. Samadhi is this. Just sitting, gone. No mind. No thoughts. Then you open eyes, now mind is coming. Then I have to think, what to do, where to do, whom to meet. Then, start. So who are, knows this thing, they say when, like a jnani, like a samadhi, enlightened, when they close eyes, world is finished. When they open eyes, world is touched again. Inside they don't have world. Inside totally quiet. But everybody inside world. Everybody has own, own, own world. Everybody has own world. When you're alone, own world is going inside. Oh, do this, do that, meet this one, meet that one. I want this, I want that. So many things is happening. So everybody has own world. So this world should not be finished. No need to finish this world. Has to finish your inner world. Inner mind. You have to finish your, this, continuous, thinking process. That is right. Real. So it happens. When anybody coming near to, awareness, next to me, mind is blown. Mind is gone. Mind is stopped. So very good. We have every day. And better, when you have question in daytime, write. And then, put again.